Никогда же не звонят по звонкам и не говорят сразу, я хочу снять материал до 100 тысяч долларов. Либо что-то делать, либо чего-то не делать. То есть, если делать какие-то проекты, то делать это профессионально. Если бы не Гужа, поверьте, вы бы не брали у меня сейчас, не понимаю. За сколько была продана картина, примерно? 7 тысяч условных единиц. Круто. Да? Приветствую зрителей канала КРТ. Меня зовут София Макаровская, и это новый выпуск программы «Неженский разговор». И сегодня нашей гостьей станет заместитель главного редактора издания «Страна.юэй» Светлана Крюкова. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Мы долго ждали вас и очень рады, что вы нашли время для интервью в своем плотном графике. Как все успевать? Кто вам сказал, что я что-то успеваю? Я вот как раз ничего не успеваю. Вот видите, не так сразу у меня получилось включиться к вам на интервью, но включились. Вы для многих ориентир журналистики. На вас равняются начинающие, вас недолюбливают конкуренты. Но вы однозначно большая и мощная фигура на поле СМИ. В чем ваш секрет успеха? Спасибо вам большое за лестный вопрос. Я так не считаю, как вы говорите. Я считаю, что у нас еще все лучшее и будущее впереди. И для того, чтобы добиться какой-нибудь значимости, влиятельности и быть для кого-то примером для подражания, поверьте, мне как и журналисту, и редактору еще есть куда расти и работать. Поэтому я с вами категорически не согласна, как и не согласна с тем, что конкуренты нас не любят. Вот как раз конкуренты нас и очень сильно любят. Вопрос в том, что для того, чтобы расти дальше и прийти к тем целям, которым я перед собой ставлю, о которых вы сказали, важно, чтобы конкуренция была высокой. Поэтому очень бы хотелось, чтобы этих конкурентов, которые нас не любят, становилось больше. И они укреплялись и показывали нам пример для подражания, в том числе то, как иногда это делаем мы для них. И все же, что бы вы могли посоветовать или пожелать начинающим журналистам? Если говорить о вас, как о молодом начинающем журналисту, о котором есть какие-то эталоны для подражания, как вы говорите, то я хочу просто на этом конкретном примере дать какой-то конкретный совет через вас. Поэтому я хочу понять, идентифицировать, в чем, ну не то чтобы проблема, но в чем бы вы хотели быть лучше. То есть вы сейчас работаете на телеканале, который, насколько я знаю, попал под репрессии. И вынуждены менять формат, поскольку вас лишили лицензии, и, собственно, ничего кроме интернета у вас не остается, правильно? Это означает, что вам нужно в этом своем формате, вот этих видеоинтервью, делать что-то, чего не делают все остальные, правильно? То есть, ну, наверное, находить новых собеседников, наверное, быть более интересными в ваших вопросах, наверное, стараться, ну, находить какие-то новые форматы подачи вот этих вот, и интервью, и передач, и расследований, для того, чтобы выделяться на этом достаточно уже конкурентном интернет-рынке, в том числе и ютюберском рынке. Поэтому, какой я могу вам дать совет, ну, привлекайте сложных гостей, которых не привлекает никто из тех, даже не конкурентов, просто видеоформатов, которые есть, потому что, обратите внимание, у нас именно, ну, скажем так, в формате даже не блогинга, потому что блогер — это отдельное направление, а видеоинтервью — это отдельное направление. Вот если брать формат программы передач, которые двигаются в формате видеоинтервью, обратите внимание, они все топчутся по кругу и приглашают одних и тех же героев. Почему-то никто не заходит на шаг дальше, никто не привлекает героев сложного порядка, никто не привлекает блогеров, которые были интересны постсоветской аудитории, в том числе и из России, потому что, очевидно, либо боятся, либо они, возможно, уже не интересны украинскому рынку. Хотя вот у меня, например, был опыт, я как-то два года назад ездила и сделала интервью с Лолитой. Бро, ты крутая. Как нас назовут после этого интервью? Вас и меня в отдельности? Сука продажный. Это кого, Вас или меня? И вас тоже. Кто же меня купил? И я поняла, что на самом деле спрос на них очень большой. То есть общая рекомендация советов – старайтесь заходить за границы привычного и старайтесь несколько расширять любые журналистские возможности, потому что сейчас, в эпоху, когда все меняется, мир меняется, журналисты меняются, подходы к работе меняются, есть большие возможности для тех людей, которые умеют расширять свои горизонты. Вот мой совет молодым начинающим журналистам – это не стопит себя, не заниматься самоцензурой на старте. Вот я вам в этом неделе желаю успеха, буду следить за вашими новыми героями. Спасибо вам большое. Вернемся все-таки к работе. Были такие ситуации, что вам предлагали какую-то сумму, большую сумму за удаление материалов? Да, конечно, бывали такие эпизоды, они часто случаются. В последнее время меньше, потому что у нас было много громких скандалов, в том числе с этим связанных, и вы, наверное, если следили за нашим большим конфликтом, я имею в виду нашим, редакцией «Страна Ей» с Петром Алексеевичем Порошенко, который сфабриковал уголовное дело против нашего главного редактора Игоря Бужевой, который сейчас находится в Вене. Я становился мишенью для власти, тем рычагом, через которого они могли бы оказывать давление на сайт. Арестуют, не арестуют, выпустят, не выпустят, заведут еще одно новое уголовное дело, или не заведут, так могло продолжаться до бесконечности. Уехав из страны, вынуждено подчеркиваю, уехав из страны. И суть этого наезда, или суть этого обвинения как раз заключается в том, что представители радикальной партии, которые находились на аутсорсинге, у Петра Алексеевича Порошенко, в частности, за деньги Рената Ахметова тогда еще два года, три года назад, они поучаствовали в клоунаде и фабрикации уголовного дела. И как раз тогда нас обвинили в том, что якобы мы вымогали у них деньги за то, чтобы снять какой-то материал о них, поручащий их репутацию. Это, очевидно, что-то связанное с любовными похождениями решков с нашего сайта. Но материал как висел, так и висит, и мы материалы не снимаем. Поначалу предлагали, было такое, что-то предлагали, сумму мы не обсуждали, потому что в тот момент, когда вы начинаете обсуждать сумму или заходите в разговор о деньгах, это означает, что вы уже в переговорах, это означает, что вы уже наполовину согласны. Поэтому мы до суммы не доходили. То есть сумма называется уже после вопроса, да? Сумма называется тогда, когда к вам приходит человек и говорит, я бы хотел снять материал. И показывает материал, например. В какой момент вы узнаете, сколько это стоит? Когда вы говорите, хорошо, или, например, сколько, тогда вам называют сумму. Никогда же не звонят со звонком и не говорят сразу, я хочу снять материал за 100 тысяч долларов, например. Правильно? А если вы уже спрашиваете, сколько это означает, вы наполовину согласны. Поэтому в избежании провокации, даже несмотря на то, что мне всегда было интересно в таких разговорах, а сколько же все-таки это стоит, но я всегда понимала, что если ты заходишь дальше, то ты таким образом себя документируешь и позволяешь разным провокаторам, которые иногда делают такие предложения для того, чтобы тебя подзаписать, дискредитировать, вляпать себя в какую-то историю с непонятным концом. Поэтому такие разговоры лучше вообще не вести. У нас есть коммерческий отдел рекламный, если есть вопрос какого-то коммерческого содержания, как-то разместить какую-то рекламу и еще что-либо, то я переадрисовываю, люди между собой решают вопросы. И, собственно, все то, что у нас размещается под флажкой рекламы, прекрасно видно на нашем сайте, это можно даже подсчитать в деньгах. А из последних, что вам вспоминается, что хотели убрать? Это, кажется, было Рождество, когда Петр Алексеевич праздновал вместе с генеральным прокурором Рождество и пригласил туда бывшего депутата от БПП Александра Грановского, который приехал со своей пассией любовной. Это была не супруга. И они, а мы об этом написали, а пассия любовная, как нам сообщали источники, была бывшая глава ЦВК, госпожа, если не ошибаюсь, Слепачук, я не помню ее фамилию. Кажется, да. Да, она была в компании с Грановским, их формат их отношений я не знаю, но они там засветились, и ему было явно неудобно, ему явно не понравился тот факт, что мы эту встречу фактически задокументировали. Он пытался активно снять материал, у него это не получилось. Вот вам яркий пример. Много таких эпизодов по рынку, из наиболее ярких очевидных, я помню еще один, ну, например, когда Порошенко поехал на какую-то встречу международную и пожал руку Путину. Помните? Вот тогда активно администрация Порошенко, ну, к нашему сайту вопросов не было, потому что тогда мы уже были в жесткой ссоре. Но я знаю, что они обзванивали и пытались договориться с огромным количеством участников рынка, и по телеканалам они защищали эту новость для того, чтобы она не попала в эфир. Точно так же, как пытались защищать новость и зацензурировать текст или эпизод, связанный с сыном Порошенко, которого, если вы помните, который попался на... Был какой-то Хэллоуин, и он был с футболки, на которой был... Да, да, да. Да-да, вот тогда тоже была очень болезненная новость, и Порошенко пытался ее зачистить. Формирование человека как личности происходит в детстве. Вы росли без отца. Это отложило отпечаток на вашу жизнь? Ну, безусловно, отложило, конечно, как вот такая классическая психологическая история всех девочек, у которых в какой-то момент есть недостаток мужского внимания. У меня его как бы не было. Ну, точнее, как? Оно у меня было в лице других членов моей семьи. В частности, у меня был прекрасный дедушка, который взял на себя часть воспитания. У меня есть великолепный дядя, с которым я до сих пор в хороших отношениях. Они как бы сыграли... Взяли на себя эту родительскую опеку мужскую. То есть я этот определенный баланс получила. Но, безусловно, я думаю, что это отложило свой отпечаток на моменте моего воспаленного тщеславия. Все публичные люди или представители публичной профессии глубоко тщеславные люди, как мне кажется. Ну, во всяком случае, те яркие представители или личности этой профессии, которых я знаю, как правило, их стремление к популярности, к желанию всем нравиться, или желанию кому-то что-то доказывать, на что-то влиять, где-то блистать, где-то быть авторитетным, быть узнаваемым, оно чем-то подогревается. Иногда это подогревается чувством справедливости, чувством, я не знаю, мести, реванша. Иногда это подогревается исключительно обычным тщеславием и желанием быть всеми любимыми. Я думаю, что это как раз мой случай. Другой вопрос, что со временем это проходит, то есть ты как бы остываешь, и я уже, честно вам скажу, для меня это уже не является мотиватором, наверное, хотя я могу лукавить, потому что это сугубо психологический вопрос. Тут мне надо с психологом пообщаться. Но в какой-то момент движимый этим своим чувством ты входишь в ритм и посаживаешься уже на другие наркотики. В данном случае это наркотик чистый и такой, знаете, настоящий гонз журналистики, который дает просто огромное количество адреналина и дает огромное количество интереса, любопытства, бесконечной страсти к развитию, доступ к людям, которые принимают решения. Это очень интересно. Поэтому, что было первой причиной? Был ли это отец, которого не было? Может быть, да, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Это вторичная история. Ваша цитата. Нельзя растворяться в мужчинах. А в детях? Не страшно, что дети не оправдают ожиданий? Да нет, не страшно. Я думаю, что дети приходят в этот мир на большая роскошь и большой подарок судьбы, что эти дети, которые у меня есть, они оказались в моей семье, они оказались со мной. Поэтому, ну, то есть я в данном случае являюсь, скажем, счастливым обладателем такого шанса, но это не означает, что они мои навечно. То есть я прекрасно понимаю, что уже через какое-то время, и у старших детей уже проявляют свою вот эту самостоятельность, в какой-то момент мне придется их отпустить, и я готовлю их всегда к этому вот уже сейчас. То есть мы каждое утро, когда я их провожаю в школу, мы ведем разговоры о жизни, я этому уделяю какое-то количество времени и внимания, я всегда им говорю о том, что, друзья, рано или поздно мы расстанемся, и вы должны быть готовы к жизни без меня. Жизни самими с собой, поскольку их четверо, то я стараюсь, чтобы они взаимодействовали в формате такой команды, объясняя им, что рано или поздно меня не будет, но они останутся друг у друга. Поэтому самое важное отношение это не так отношение со мной, как отношение между друг с другом. Они меня слушают, не знаю, насколько все эти внушения повлияют на них, я думаю, что и среда повлияет, и школа, и все остальное, но глобально оправдают ли они мои ожидания или нет, я, честно вам скажу, особо не возлагаю больших надежд. Мне бы хотелось, чтобы каждый из них стал успешный, популярный, богатый, знаменитый. Я больше возлагаю надежды на то, что каждый из них найдет свое дело, то есть свое профессиональное призвание, потому что это все-таки очень важно. Особенно в современном обществе это имеет значение, возможно, даже больше, чем личная жизнь, хотя это тоже важно. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из них нашел две вещи. Первое – это все-таки момент собственной самореализации, пусть он будет учителем, доктором, кем угодно, но он был лучшим в этой профессии, стремился к совершенству. Второе – это он нашел источник вдохновения на тот момент, когда ему или ей станет по-настоящему грустно или одиноко. И важно, чтобы в этот момент они знали, к кому обратиться или что сделать для того, чтобы привести себя в чувство. Талант, как говорил Пушкин, это умение настроить себя на рабочий... Прямо не могу процитировать, умение настроить себя на рабочий лант. Главное, чтобы у них был этот талант – собраться. Я по этому поводу расскажу вам один очень интересный эпизод у меня когда-то случился. Я помню, я была на конной ферме и встретила там папу, который занимался верховой ездой со своим сыном. И он его так активно учил. Яндо, что мальчику не нравилось, но потом постепенно, со временем я начала обращать внимание, что он втягивается в этот спорт, у него начало получаться. Отец был счастлив, был восторг. Мы с ним как-то заговорили, я говорю, зачем вы так насильно пытаетесь, так активно пытаетесь его приучить к тому, что, возможно, ему и не подходит. Он говорит, вы знаете, я еще месяц потренируюсь, если нет, я поведу его на новый спорт, а потом на новый спорт. Потому что мне важно, чтобы в момент, когда он вырастет, у него будут кризис жанра или моменты упадка, он знал, куда ему прийти, для того, чтобы набраться сил. Вот я вижу, он говорит для себя, ферма или кони, или там лошади, верховая езда, это как раз таким источником, который в одно время стал для меня. Я пытаюсь передать ему этот опыт. Если у меня не получится, тогда я плохой отец. То есть вот это важно. Я с ним согласна. Важно научить каким-то вопросам выживания, коммуникации, а самое главное моральным ценностям, взаимодействие в первую очередь в семье, со своими близкими, а потом уже в социуме. Вопрос, который всегда актуален сегодня в общении с мамами. Вы за прививки или против? Ну, я как человек такого анархичного склада характера, который против системы, всегда как любой нормальный журналист. Я, конечно, изначально против прививок, как и против навязывания какой-либо системы принудительного лечения, прививания. Но у меня есть прекрасная мама, у которой другой подход к этим вопросам. А поскольку вопросы медицины как бы лежат на ней, то я в одно время вынуждена смирилась. Поэтому дети с прививками. В интервью с Наташей Влащенко вы сказали, что за любой сильной и интересной женщиной стоит череда интересных мужчин. Есть более распространенное выражение, что за каждым великим мужчином стоит великая женщина. Так все-таки, кто за кем? У каждого мужчины, обязательно, который чего-то добивается, есть кто-то, кто его вдохновляет. Возможно, несколько человек. И у каждой женщины, которая в нашем современном украинском обществе доходит до какой-то точки, она никогда не делает это в одиночку. А если она бьет себя или улетит на себя рубашку, говорит, что я сама всего добилась, это был кастер и попытка спрятать очевидное. У меня это не так. Ну, то есть я на том этапе, на котором нахожусь, исключительно благодаря целой компании прекрасных мужчин, которые помогали мне, помогают до сих пор, и которые находятся около меня, и за что я им очень благодарна. Это ваша команда, правильно? Ну, моя команда, это не только мужчины, это и женщины. Это мои руководители на разном этапе. Это мои друзья, это мои менторы. Ну, то есть это небольшое количество прекрасных взрослых мужчин, у которых я черпаю опыт, обращаюсь к ним за советом, в том числе мой руководитель Игорь Гужева, который сейчас находится в Вене, и с которым у нас бесконечная ежедневная связь. Если бы не Гужева, поверьте, вы бы не брали у меня сейчас интервью. Ваша цитата. Поклонники и хейтеры моего творчества делятся на четыре разные группы. Есть люди, которые знают меня по телевизионным эфирам, а есть те, которые понятия не имеют, как я говорю и выгляжу. Но зато подписаны на мой Facebook и Telegram канал. Есть категория гурманов, которые знают меня как создателя бренда Art Ecstasy, не догадываясь, что время от времени я складываю слова в предложение. Из всех ипостасей самой творческой является, конечно же, написание картин. Какая картина была продана максимально дорого? Картины, на которых я максимально много заработала, это была целая серия картин под названием «Близоблюд». С изображением известного политика, похожего на Антона Герасченко, который облизывает тарелку. Вы помните этот случай, когда советник... Советником главы МВД, министр МВД, министр внутренних дел зашел в ресторан. У него там была какая-то трапеза, после этого он зачем-то начал облизывать тарелку, и это стало хорошим предметом для троллинга, все над этим смеялись. Я эксперимента радио нарисовала одну картину, она очень хорошо продалась, и потом нарисовала еще пять картин, они похожи... А кто купил эту картину? Да много разных людей, от Коломойского до Шария. Ну, то есть там целая... В основном это какие-то известные или богатые люди, которые любят глумиться, в том числе над Антоном Герасченко, над политиками. Вот тогда это я много задумала, то есть это была хорошая сумма, единоразовая, ну, единоразовая, там растянутая во времени. Из других ярких работ очень хорошо ушел с аукциона бывший судья Чаус, которого, если вы помните, поймали на горячем, когда он закапывал, закопал банки, трехлитровые банки в огороде с напичканными долларами. Он является символом такой, знаете, судебной коррупции или политизированной коррупции, когда, вы помните, это был судья, которым управлял Петр Алексеевич Порошенко, за что, кстати, я считаю, он должен сесть в тюрьму, за непосредственное влияние на судебную систему. И он... Картина хорошо ушла с аукциона, ее, кстати, теперь время от времени собственники, я так понимаю, какие-то юристы, я, кстати, не помню, не знаю, кто купил, потому что это был анонимный покупатель, но я время от времени вижу эту картину на разных судебных процессах, ее, очевидно, начали сдавать в аренду, ее приносят, оставят перед судьями, тогда, когда какой-то, знаете, неоднозначный суд, и они хотят, адвокаты, хотят усилить позицию адвокатов или просто попасть в прицел телекамер для того, чтобы новости или просто привлечь внимание к судебному процессу. Ну, такая удачная работа с точки зрения технологии и с точки зрения коммерции. И все-таки за сколько была продана картина, примерно? 7 тысяч условных единиц. Круто. Да? Ну, а сегодня был аукцион, и картина не продалась, так что оно все по-разному бывает. Как вообще пришла идея писать картины? И вообще, почему именно на политическую тему? Ну, это вполне объяснимо, поскольку тема является органическим продолжением того, чего я делаю, то есть мне хорошо понятен контекст о том, о чем мы пишем эти картины. Мне понятно, в какой момент смеяться над ними. То есть я могу проецировать эти сюжеты достаточно легко, не отрываясь от производства, поскольку понятно, что когда сегодня мы раскручиваем скандал, связанный с большой стройкой, очевидно, что было бы неплохо посмеяться над большой стройкой, над тем, как там воруют деньги. Или когда, например, Петр Алексеевич летит на Мальдивы инкогнито, то весьма неплохо посмеяться над Петром Алексеевичем, который полетел на Мальдивы. То есть тут яркая образность, яркое представление, понятно, о чем плюс-минус рисовать, понятен художественный замысел. То есть это легко, для меня легко выдумывать этот сюжет, потому что я нахожусь в информационном контексте. И второй вопрос, вы задали вопрос, как пришла идея в голову. Вот, кстати, с этими лизоблюдами она и началась. Мы в порядке троллинга решили тогда пошутить над Гераченко, но оказалось, что идея еще и весьма коммерчески успешна, поэтому когда все это началось продаваться, я поняла, что я на этом могу еще заработать, и, собственно, вот таким образом мы начали продолжать. Вы говорили, что на продаже картин вы заработали на открытии ютуб-канала Крючок, Крючок ТВ. Самые популярные интервью там были с Анатолием Шарьем и Лолитой, но после интервью с пранкерами серия интервью закончилась. Почему? Смотрите, я как человек, позиционирующий себя, мне бы хотелось быть профессионалом, поэтому я люблю как бы либо что-то делать, либо чего-то не делать. То есть если делать какие-то проекты, то делать это профессионально. Я, когда запускала проект Крючок, мне было интересно поэкспериментировать, что такое вообще формат видео, вот таких вот видео интервью в формате такого мини-продакшена, когда ты делаешь мини-телевизионную передачу на своем ютуб-канале. Сколько это стоит? Сколько времени занимает организация процесса? И что тебе это дает на выходе? Вот я для себя лично провела такой эксперимент. Когда я запускала этот проект, у меня была небольшая сумма денег, понятные плюс-минус для меня возможные инвестиции и какой-то временной лад, в котором я могла играться. Я посмотрела, сколько это занимает времени, сил, ресурсов. И на четвертой передаче в тот момент, ну я собственно такой себе и отрезок времени предполагала, я просто приняла решение, что мне нужно сфокусироваться на своей основной работе и переключиться на телевизионные эфиры на телеканалы. То есть я теперь вместо того, чтобы брать или делать интервью в рамках своего проекта, я буду все это время трачу на то, что я посещаю в качестве гостя телевизионные эфиры. Вот я тогда, если вы обратите внимание по времени, как бы резко перефокусировалась и ушла в телевизор. Потому что я поняла, что на ютуб-канале весьма достаточно затратная часть, для того, чтобы выйти на коммерческую успешную историю, мне еще нужно проделать достаточно большой путь. А это инвестиции? Я не готова была в тот момент вкладываться в это, у меня не было спонсора, который мог бы мне помочь, в этом я не собиралась высказать. Доходы от картины я трачу на другие цели. В то же время, когда я вышла на телевизор и начала приходить на эфиры в качестве уже не журналиста, который задает вопросы, а гостя, который отвечает на вопросы по разным темам. Я поняла, что получила гораздо больше эффекта, чем от обычного ютуб-канала. Другая аудитория, правда, но эффект широкий в рамках страны, потому что аудитория у ютуб-канала это условно говоря 200, 300, в лучшем случае 500 или 1 миллион подписчиков. И то еще нужно проделать достаточно серьезную работу. Аудитория телеканалов, крупных телеканалов, на которых я сейчас ежедневно присутствую как гость, она миллионная. И таким образом все-таки оказалось, что я выиграла в этой истории с точки зрения эффекта, который я хотела достичь. Эффект от узнаваемости и расширения своей аудитории. Ну, примерно, сколько одно видео у вас было? Сколько стоило? Сколько уходило на это? Ну, по-разному. В зависимости от того, где, как, предполагает ли это поездку куда-то. По-моему, от 3 тысяч до 6 тысяч долларов. Где-то так. Я сейчас уже не вспомню точные цифры. Например, с Анатолием Шарьем. Что, думаешь, Юля ко мне будет по-другому относиться? Я думаю, что тебе никто не будет сработать. Что ты все... А нафига ты это делаешь? Не могу понять. Тебе хайпа хочется? Ну, если ты хочешь хайпа, то давай сделаем хайп. Давай сделаем хайп. Посмотри, а? Какой же стрэш. Я не помню. Там же мы куда-то летели в Париж. У нас была съемочная группа. Что-то... Ну, плюс-минус вот где-то так, наверное. Я просто реально... Это было два года назад, но я не помню. Но на самом деле это подъемные деньги. То есть... Это не такая уже страшная история. Это подъемные деньги. Просто другого вопроса это делать, что это системно регулярно. Это же не формат, когда ты включаешь телефон и видео и начинаешь записывать с руки это интервью, правильно? То есть у тебя там какая-то съемочная группа, людям нужно платить деньги, ты снимаешь, берешь в аренду технику. Если ты хочешь сделать красивую картинку, это профессиональная техника. Точно так же, как у вас в студии. Вы же сейчас не включаетесь со мной на скайп-связи со своего планшета, правильно? У вас есть какое-то количество людей, которым нужно заплатить деньги. Есть какое-то количество людей, которые включают свет. Ну и прочие расходы, связанные с организацией процессов. Я старалась сделать как бы полукиношные, ну с хорошим качеством передачи. Они мне очень нравились и многим они нравились. Но реально это стоит... Ну то есть это просто требует времени и ресурсов. Поэтому пока временно приостановили. То есть еще можно будет видеть следующее интервью? Если временно остановили. Рано или поздно. Я думала, что рано или поздно. То есть мне понравилось, я очень органично себя чувствовала в этом формате. Но как раз на тот момент у нас там просто еще были определенные реорганизации в редакции. У нас, вы же знаете, весьма непростой проект в том смысле, что мы все время находимся под прессом и вниманием правоохранителей. Это требует сил, ресурсов, вовлечения. То есть я не могу себе позволить соло-игру, безусловно. У меня есть коллектив, у меня есть редакционная какая-то политика, даже не политика, наши задания ежедневные. То есть я управляю людьми. Я и сама как журналист работаю, но и управляю. То есть я в тот момент поняла, что мне нужно сосредоточиться на менеджменте, нежели на соло-карьере. А свою как бы уже, свою личную эгоистичную историю я начала таким образом выплескивать вот в этих телевизионных эфирах. И еще раз подчеркну, я как бы вижу, что есть от этого достаточно большой эффект, больше, чем вот YouTube-канал. Ну и теперь Блиц, который я надеюсь, что станет традиционным для неженского разговора. Патриархат или феминизм? А есть что-то третье? Патриархат. Матриархат. Патриархальный феминизм. Продолжите фразу. Главное в жизни это? Равновесие. Карьера или семья? Карьера и семья. Назовите женщину, которая для вас является примером. И почему? Смотря в чем. Смотрите, в эстетическом плане я сегодня рассматривала минут пять фотографии Джоннифера Лопеса. Не могла понять, как она так шикарно выглядит в самом возрасте. В интеллектуальном, этическом плане вот я для себя ищу эталоны. Реально ищу. Мне вот интересно найти, я пытаюсь найти образ женщины, взрослой женщины, допустим, там возраста пятьдесят-шестьдесят лет, когда она уже всего в жизни достигла, родила всех своих детей, успокоилась в личностном плане и является, знаете, олицетворением гармонии, спокойствия и красоты. Если бы можно было вернуться в прошлое и что-то кардинально изменить, что бы это было? Что бы вы изменили? Я бы не задружилась с некоторыми идиотами, с которыми мне удалось случайно задружиться. Хотя, с другой стороны, если бы я с ними не задружилась, я бы не получила великолепного подпредательства, который у меня в жизни пару раз был. Что бы вы посоветовали самой себе в двадцать лет? В двадцать лет я бы посоветовала себе... Да, ну, я не знаю. Я все, в принципе, делаю так, как я себе и сейчас советую. Но я бы посоветовала себе больше учиться и больше читать книг, все-таки больше заниматься образованием, больше уделять времени и внимания самообразованию. Потому что, когда мне было двадцать лет и я училась в университете, меня страшно интересовала работа. И я, скажу вам честно, в какой-то момент я просто жестко забила на учебу. И сейчас, уже в зрелом возрасте, я чувствую конкретные белые пятна, которые мне сейчас приходится наполнять. То есть у меня есть конкретные провалы в плане образования по определенным направлениям. Мне было бы гораздо легче, если бы я тогда все-таки училась. Но я не училась. То есть я в университете на первом курсе пошла работать, потому что мне нужны были деньги. Если бы возвращаться в свои двадцать лет, я бы больше времени уделяла бесконечному регулярному и ритмичному образованию. Я бы больше времени уделяла себе и своей внешности, своему спорту. То есть я бы больше и чаще ухаживала за собой, то, как я сейчас обучаю и даю наставления своим дочерям. То есть я включаю к тому, как нужно ухаживать за собой с малых лет. Меня никто этому не учил. Пожелание для наших зрителей и особенно зрительниц. Какой должна быть настоящая женщина? Она должна быть в ладу сама с собой. Это женщина, которая сумеет укротить свою истерику. То есть женщина, которая сумеет укротить женщину в себе и будет знать, когда ей давать волю, давать отпускать ее в пляс. А когда ее лучше поставить на место или уколоть ей успокоительного. Вот такое. Женщина, которая сумела освобождать со своими эмоциями. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Я напомню, что это была Светлана Крюкова, заместитель главного редактора издания «Страна.юэй». До новых встреч. Спасибо.